Начался учебный год, а значит вместе с традиционными заботами, покупкой констоваров, реформы и уроками придут еще одни – проблемы со здоровьем. Статистика показывает большинство людей, которые имеют проблемы с осанкой, как правило, заработали эти проблемы еще в школьные годы. Так вот, как быть, как организовать быт наших детей для того, чтобы этих проблем избежать, будем говорить сегодня в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Сегодня у нас в гостях врач-ортопед Александр Прудников. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Вот мне всегда в вашем присутствии хочется самой как-то сесть так, чтобы показать, что осанка еще немножечко сохранилась, хотя должна сказать, что проблемы с этим есть. И мне кажется, большинство родителей сейчас должны внимательно нас послушать, потому что действительно часто проблемы, о которых мы говорим сегодня, начинают себя проявлять именно в школьные годы. Потому что несколько часов, от 4 до 8 иногда, ребенок проводит в школе, за партой, в сидячем положении. Потом он приходит домой, и вот, как буквально недавно были озвучены данные, время, которое российский школьник проводит за выполнением домашнего задания, в зависимости от класса, в зависимости от нагрузки, от получаса до 3,5 часов. То есть эта нагрузка даже больше, чем у людей, которые работают в офисе, те, которые ведут малоподвижный образ жизни. Мы с вами уже об этом говорили. И получается, вот возраст тех, кого приводят, да, еще кто не сам приходит, к врачу-ортопеду, он становится все меньше, меньше и меньше. Вот к вам, как к врачу, с чем обращаются родители школьников, с какими жалобами? Да, на самом деле это весьма распространенная проблема. Ольга, спасибо, что пригласили, спасибо, что мы на самом деле вот эту тему затрагиваем, потому что она затрагивает прежде всего наше поколение, юная школа. Это такой вот период жизни, да, где мы находимся практически, вот как вы сказали, в таких вот условиях вынужденных, когда приходится долго сидеть. Причем это время, когда организм человека растет, то есть постоянно меняются наши вводные физические и рост, и состояние костей. Совершенно верно. Здесь, скажем так, детский, юношеский, подростковый возраст, он соответствует определенным, как вы говорите, этапам развития. То есть здесь усидеть на одном месте, в принципе, уже физиологически очень сложно. Вот. И ребенок, он начинает принимать, какие только есть, скажем так, в мире возможности в физиологии человеческого тела приспособиться под эту самую различную парту. Потому что действительно тело, оно устает. Устает просто так вот держаться. Просто от того, что долго нужно сидеть. Да, вот просто сказать ребенку, возьми и держи себя ровненько, спиночку, вот все три с половиной часа, да. С одной стороны, как бы легко, но возьмите себя в пример. Прежде всего, попробуйте просто посидеть три с половиной часа или просто вспомнить себя, условно говоря, в школьные годы. То, ну, в любом случае, мы не можем держать себя постоянно вот в этом напряжении. Это физиологически очень сложно. Возможно, возьми спортсмена какого-то, ну, может быть, какой-то йог или еще более серьезные товарищи, которые занимаются какими-то практиками, они, да, просидят этот период времени. А тут еще и нужно включать голову, ум, соответственно, и все остальные физиологические процессы должны быть сбалансированы и работать в этот период. И поэтому, конечно, нагрузка, она подразумевает компенсацию. То есть нужно компенсировать полученное напряжение прежде всего в учебном классе. Вот. То есть это наша самая простая зарядка. Самый простой вариант. Возьмем с утра... То есть нужно находить на это время обязательно. 10-15 минут на самом деле вполне мы можем найти. Вот. Это не так много. Небольшой комплекс чуть-чуть подготовить себя, пустить всю лимфу, вот, весь кровоток, чтобы сердечко заработало, настроение поднялось. И, соответственно, весь умственный процесс, он даже будет идти лучше. И сил, чтобы себя поддержать хорошенько, удобно, за партой будет гораздо больше. Вот. Мы, конечно, можем говорить про то, что лежать, да, я говорил, что мы в любом случае, человек приляжет, ребенок, ученик на эту парту. Ну, не будем мы, скажем так, себя обманывать, что никто это не делает. 6 часов по струночке, да. В любом случае, да. Ничего страшного в этом нет. Он все равно начнет искать другие положения. Ничего страшного, отдохни там, приляг, 2-3 минуточки, потом встань и немножечко аккуратно начни вот сгибать и разгибать. То есть это мы сейчас даем советы непосредственно школьникам. Вот уже не в начальной школе, когда учитель начальных классов находится с ним постоянно и может эту разминку, в принципе, провести, ну, буквально в конце или в начале каждого урока, да. А когда подростки уже отвечают сами за себя и просто рекомендуем им сейчас, когда есть перемена, когда есть какой-то небольшой промежуток времени, не хвататься сразу за телефон и смотреть в него, а найти время для того, чтобы физически размяться. Вот что оптимально можно сделать за эти несколько минут? Можно даже сделать непосредственно, сидя за столом, пока что там учитель что-то рассказывает, вот, несколько упражнений, включить именно плечики, потому что это основная часть, которая страдает, прежде всего при длительном сидении, это вот плечевой пояс. Аккуратно можно даже, даже товарищи не заметят, вот, аккуратно плечиками посидеть, прокрутить туда, вот, несколько раз, и вам уже будет поинтереснее, поприятнее, то есть кровоток начнет функционировать и вверх в головной мозг, и вниз. То есть немножко освежится память и восприимчивость тех же самых знаний, она пойдет более оптимально. То есть учителям не стоит переживать, если ученики вдруг начинают водить плечами во время уроков, они просто сидят смирно, потому что для их восприятия это даже лучше. Это классно. На самом деле физиология устроена таким образом, что сочетание умственной нагрузки и физической дает очень такой мощный потенциал для выравнивания, балансирования и прогресса вот этих вот всех составляющих. Поэтому чередовать физическую и умственную нагрузку – это самый оптимальный вариант для развития тех же самых детей, школьников и так далее. Поэтому немножечко почитали примеры, почитали, заработало сознание и потом немножко дать внимание своему телу, пошевелить плечиками, потянуться просто. Вот это великолепно, даже простые, в принципе, движения, заложенные у нас природой, уже природный механизм. Можно чуть-чуть его осознанно добавить, да, то есть урок там условно закончился, но мы взяли, чуть-чуть потянулись, лайк поставили, сами себе такие довольные прям, вдохнули, выдох, и уже будет гораздо лучше и приятнее собственные ощущения и прежде всего физиология. Потому что это уже на уровне биохимии идет немножечко процесс выделения тех же самых гормонов радости, серотонина, эндорфинов, и человек становится более устойчив к стрессу, к тем же самым урокам, напряжениям, потому что все-таки очень большой пласт знаний ложится на наших подрастающих. Давит буквально на плечи. Да, очень сильно. С каждым годом он все больше и больше. Александр, я хочу сейчас переключиться немножечко. Вот на что. Школа это отдельно, потому что там действительно либо должны быть очень грамотно организовано вот это вот соотношение двигательной активности и статики, в которой дети пребывают, но все начинается по большому счету дома, с нас, с родителей. Вот то, как мы организуем рабочее место ребенка, где он будет заниматься каждый день, практически 7 дней в неделю. Каков будет режим, да? Потому что я так понимаю, что во время выполнения задания эти правила тоже действуют. Тоже нужно делать какие-то небольшие перерывы на разминку. Вот как нам здесь быть? Как подобрать оптимально удобное место? Ну, я так понимаю, что если мы будем на диване, да, с какой-то подставкой, тоже нагрузка будет не совсем правильно распределяться. Поэтому, что советуют врачи в данном случае, как правильно организовать рабочее место и режим ребенка? Ну, самый оптимальный вариант следовать нашей физиологии тела, да? То есть нужно придать ему такую позицию, что она будет максимально расслаблена и при этом собрана. Вот, поэтому... Такие взаимоисключающие вещи. Да, то есть получается вывести все суставы в физиологичное положение, условно говоря, голеностоп на 90 градусов, колено 90, тазобедрено 90, и здесь, естественно, и прогиб в пояснице. Вот, в принципе, у нас сейчас, допустим, высоты, стулья такой высоты, когда колени согнуты, ну, примерно, там, плюс-минус под углом 90 градусов. Это правильное положение при себе? Да, вполне, вполне физиологичный вариант. Вот, и, соответственно, столик таким образом должен располагаться, что он... на него не надо заваливаться, то есть его нужно, как нас учили, на расстоянии кулачка, вот, в школе. Все это работает действительно. И ручки можно было свободно, легко положить, не переразгибая в локтях и не поднимая плечи. То есть оптимальное положение крышки стола, это тоже, когда мы можем положить на нее руки, согнутые в локтях, ну, вот, примерно так, да, не разгибаясь. Да, нам будет удобно. Вот в этом положении у ребенка, да, он не наклоняется и в то же время не тянется. Плечи мы, да, не тянем вниз, под себя не поджимаем, а наоборот, спокойно, вот, в этой позиции мы сидим там, что-то изучаем, науку, все остальное. Перерывы, с какой периодичностью нужно делать? Вот, опять же, три с половиной часа, если мы говорим о старшеклассниках, которые он должен ежедневно выделить на выполнение домашнего задания. Очень большой срок, с учетом того, что он уже побыл в школе. Время, с другой стороны, время, оно тоже не резиновое, хочется сделать все это побыстрее. Как все-таки сделать оптимально? Ну, здесь нужно понимать, что самый максимум продуктивности, он идет, как я сказал, в сочетании с нагрузкой, с физической. То есть, немножко нужно поработать над своими заданиями рабочими. И обычно это 20-30 минут, как правило, у детей наступает некоторое время утомления. Когда уже ребенок, он, ну, может немножечко продвигаться в своем освоении знаний, но это будет медленно и слабо продуктивно. То есть, запиминание будет уже менее такое устойчивое. Больше, так скажем, как говорится, вылетает в одну уху, вылетает через другое. Такое, наверняка, часто встречались, то есть, пытаешь там бить что-то дитё, а все это бесполезно. Потому что вот он, период утомления начался, нужно разгрузиться. Разгрузиться, самый лучший вариант обнулить всю, скажем, внутреннюю систему, биохимию на уровне простых упражнений. То есть, выполнить простую зарядочку. Ребята могут поджиматься, пожалуйста, девочки могут поприседать. У кого есть дома турник повисеть, это вообще классно. Можно просто-напросто даже покрутить, как мы показывали, плечиками, ручками. Та же самая простая зарядка, которую делают на физкультуре. 10 минут этой работы, они дадут ещё плюс 20-30 минут интенсивной работы умственной. Поэтому такое сочетание, оно очень хорошо стимулирует запоминание, память и дальнейший прогресс в освоении знаний. То есть, получается, каждые 20-30 минут, если мы делаем зарядку, то ребёнок, по большому счёту, к следующему этапу выполнения уроков приступает уже со свежими силами. В противном случае, вот эта вот кривая утовляемости, она идёт вниз, сил у нас всё меньше, запоминаем мы всё хуже. И в конце концов, приходим к тому, что за столом-то мы просидели, а эффективность от этих занятий не очень большая. Александр, смотрите, теперь ещё то, что касается наших родителей зоны ответственности. Вот не зря же в нашей студии сегодня появились школьные рюкзаки, потому что это тоже предметы, с которыми ребёнок проводит в день, иной раз несколько часов, если он, допустим, на общественном транспорте или пешком добирается. Вот смотрите, я не зря взяла в студию несколько вариантов, потому что с точки зрения врача я знаю, что подход к подбору рюкзака, ранца, портфеля, с которым ребёнок будет ходить в школу, это тоже очень серьёзно. Потому что я как-то попробовала взвесить, по-моему, в конце начальной школы, но больше 4 килограммов точно ребёнок каждый день несёт на себе. Для маленьких это там чуть ли не... Ну да, это мощно. Иногда шестая, седьмая, восьмая часть их веса. Поэтому то, как будет распределена нагрузка, это тоже очень важно. Давайте сейчас проанализируем хотя бы на примере того, что есть у нас в студии, как всё-таки подходить к выбору рюкзака. Что касаемо здесь выбора, имеет смысл обращать прежде всего на две лямочки, их неналичие. Одна лямочка – это красиво, но непрактично прежде всего. Нагрузка неправильно будет распределяться. Абсолютно, да. Это красиво, модно, всё остальное. Можно там на какой-то короткий период времени выйти с друзьями на тренировку, да, ребята там таскают. Но основное время, когда всё-таки пребываешь в той же самой школе, такой груз, его желательно распределять на два плеча максимально, чтобы гармония была в нагрузке. И касаемо поверхности, да, вот здесь вот мы видим такую достаточно мягкую поверхность. Сравним вот с этим вариантом. Здесь поверхность, она такая, скажем, эластичная, да, во всех плоскостях можно изогнуть. И это её преимущество, но в этом и её большой минус в том, что любая книга, она же имеет и острые концы, и бывает и треугольники ребята кладут, и прочие-прочие там варианты чертежа и так далее, который может просто-напросто упираться в какую-то определённую зону. А если побежали, задели, толкнули? И человека будет тихонечко подгибать, то есть где-то там подкалывают, он уже идёт как-то себе не очень ровно, потому что так физиология устроена, что на спине очень много рефлекторных зон, которые реагируют на определённые раздражители. И поэтому её желательно сделать максимально вот обезопасной. Смотрю тоже на ребят, таскают тяжело и таскают неправильно прежде всего, потому что никто тоже этому не учит, это вроде бы простые вещи с одной стороны, но некоторые где-то там на одно плечо он надел, на другое он не надел и идёт как получится. Вот с одной стороны вроде бы ничего особенного, но это формирует некоторую привычку порой, которая уже опорно-двигательный аппарат начинает, скажем так, лепить в определённой позиции. Иногда это неправильная позиция, иногда она начинает искривляться, формируется различного рода, вот сколиозы, к примеру. То есть даже рюкзак носить нужно правильно? Если есть две лямки, которые помогают нам распределить нагрузку на спину равномерно, значит не ленимся, не накидываем одну, ну и да ладно, что я тут 5-10 минут пробегусь. Нет, надеваем обе и идём так, чтобы рюкзак ещё какую-то такую дополнительную нагрузку, ну по типу корсета, да, наверное? Здесь можно даже простой механизм разобрать, да? Если я забрасываю себя на одно плечо, чаще всего это происходит, что вот моя рука здесь ещё находится, я чуть-чуть поддавливаю сюда вниз, и происходит, что плечо закручивается, и вот такая походочка организовывается. И что печально вот в этой истории, что вот оно плечо, оно уже крутит нас и формирует хорошую почву для того, чтобы организовался сколиоз. То есть вот эта вот позиция, это уже хороший субстрат для того, чтобы формировалась разная патология. С одной стороны, вроде бы ничего особенного, но эта привычка с течением нескольких лет, она формирует, к сожалению, вот такие сколиозы, которые приходится потом исправлять. И исправление оно занимает не один, не два дня, а чаще всего это месяцы, бывает и годы даже. Поэтому на это стоит обращать внимание. Александр, вот у нас в студии сегодня есть ещё один предмет, это телефон. И он здесь тоже не случайно, потому что давайте иллюзий питать не будем, если бы наши школьники, отзанимавшись в школе, сделав домашнее задание, бежали бы, допустим, во двор, на спортплощадку, играть в какие-то активные игры, подтягиваться на турнике. Но я думаю, что 90% родителей скажут, когда у школьника появляется свободное время, он берёт в руки телефон, и это его отдых, по большому счёту. И как бы мы ни говорили, сходи, побегай, кто-то побегает, но всё равно вернётся, и какую-то часть времени наши дети с телефонами проводят. Вот давайте, если уж мы не можем от этой данности избавиться, хотя бы попробуем дать советы, как правильно сидеть, лежать, отдыхать с телефоном, для того, чтобы всё-таки наша нагрузка на спину тоже была не во вред. Ну вот тот же самый телефон рядом. В нём ничего тоже плохого нету, в нём куча разного полезного, и вот лучше оттуда брать всё самое важное и полезное. Например, комплекс упражнений. Да, посмотреть, как он делается, и выполнить его. Чаще всего вижу, что ребята стоят в телефоне, и они прям полностью туда в него погружаются. Вы даже слишком далеко держите, мне кажется, они его вот прям близко-близко погружаются физически в него. Да, вот он получается приблизительно как-то вот так обычно я наблюдаю это. И вот в этой позиции получается, что весь позвоночник, он очень плотненько напряжён на самом деле, хотя, в принципе, как будто бы всё расслаблено. И в этот период нарушается нормальное кровообращение всего, в принципе, все структуры и всем органам. Неприятно посидеть в этой позиции, ну, 2-3 минуты, ничего страшного. Но когда уже 10, 15, 20, 30, это формирует определённый паттерн во всей биомеханике организма. И желательно бы, было бы хорошо и круто, если всё-таки школьники могли бы вот как-то на дистанции его держать, не вгибаться в него туда глубоко. Вот, можно, да, ну, немножко поднести к себе вот таким образом. То есть, структура, она в этот момент контролируется. То есть, состояние всего опорно-двигательного аппарата, всех стабилизаторов, оно достаточно хорошо чувствуется. Можно себя контролировать, при этом без вреда для осанки. То есть, сиди, пожалуйста, можно даже, наверное, с мамой там заключить договор попробовать. Мама, я буду сидеть, смотреть телефон, вот так вот, если не пускает. Это тоже будет хорошей привычкой для формирования правильной осанки, прежде всего. Конечно же, мало кто услышит, но если кто-то услышит, это будет очень классно. Александр, я перебью, потому что, ну, не зря в студии у нас ещё и книга лежит, потому что в моём детстве, например, телефонов мобильных ещё не было, но очень много читали. И я помню, нам в школе буквально с первых, даже не лет, а месяцев говорили о том, что книгу мы всегда держим на расстоянии, там, 30-35 сантиметров от глаз, при этом мы не читаем лёжа, потому что в этом положении как раз мы либо опускаем голову очень низко, либо прогибаем позвоночник, что тоже, наверное, не очень правильно. Вы, как врач, скажете, вот по большому счёту эти правила можно сейчас использовать, когда мы ориентируемся на то, как ребёнок сидит, лежит, там, полу лежит со своим мобильным телефоном. В принципе, так оно и получается. То есть это та же самая книга, только электронная. Поэтому здесь даже, если есть возможность, то приобретать более широкий масштаб, то есть какой-то планшетик, чтобы ребёнок мог пошире смотреть, и это было бы приблизительно, ну, сразни, как с книгой, да, только она электронная. Формат. Да. И здесь желательно соблюдать те же самые правила, потому что всё это уже придумано уже давным-давно, и нам просто нужно это соблюдать и не изобретать по-новому велосипед. Александр, спасибо большое. Программа наша подходит к концу. Мы немножко ушли в начале разговора от того, какие проблемы могут возникать, с какими проблемами обращаются к вам родители, школьников. Но мне кажется, очень важно в финале будет напомнить, что если вы соблюдаете вот эти вот несложные правила, то вы уже страхуете себя, и к вам, как к ортопеду, тогда придётся приходить только на профилактический осмотр. Вот давайте так и будет как можно чаще. Хотя бы часть людей нас сегодня услышит. Если хотя бы часть из этой части начнёт следовать нашим советам, у вас, как у врача, будет больше работы со здоровыми детьми. Это тоже очень важно. Это очень классно на самом деле. Лучше заниматься профилактикой, нежели уже совсем затянутые проблемы, пытаться их выравнивать. И это, в принципе, я думаю, век, в который нужно внедрять и знания, и технологии, и при этом их внедрять аккуратно и полезно, гармонично для своего здоровья. Спасибо вам большое. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова